Не успели уехать доброделы, как тут же явился Ванька с Максимкой. У Инны просто нет отбоя от помощи, да ещё и какой помощи! Всем огромный-огромный привет! Я очень рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребята, я только что посмотрела новую серию на канале Дневник Бомжа, и вы знаете, уже совсем не смешно, уже тупее не придумаешь, честное слово. Они что, будут так вот один за одним кататься к Инке? Это уже, слушайте, настолько уже они провалились на дно, что хуже некуда. Ну, что это такое? Якобы доброе-предоброе дело. Приехали проведать Инночку, а следом прискакали два молодца. Снова якобы Ваня позвонил дедушка, так называемый дедушка, и сказал, что Инна там чуть ли не в дребедан, и поедьте и посмотрите. Мне кажется, что, ну, никто там и не звонил, а просто-напросто они встретили доброделов, да, ну, и решили прокатиться тоже следом к Инне. Ну, и заодно, да, ничего не тащить ей, потому что доброделы всё закупили Инночке, и якобы тащить уже ничего не нужно. Даже махорки и табачка тоже не нужно, потому что якобы они ехали и думали, что Инна пьянющая, и решили, что раз ты пьяная, значит, мы тебе ничего не привезём. А то, что Инна вам целую серию отыграла актрисой, а за это что, платить не надо? Короче, то, что Инна была под шофе, это понятно. Ещё с доброделами она была под шофе, перегарчиком от неё пёрла. И она всегда под шофе, не знаю, я вот сколько смотрю, и так, чтобы она была трезвая, я, по-моему, ещё ни разу не видела. У неё всегда либо чуть-чуть, либо среднее, либо просто в дребедан. Поэтому, что тут удивляться? Знаете, вот в комментариях мне тоже написали, что Игорь Ворожков, он помогает людям выйти из такой ситуации, из сложной ситуации, там, где потерянные люди. Я, кстати, ещё не смотрела это видео. А здесь никто ничего не пытается сделать. Я не знаю, может быть, если бы пытались, если бы, возможно, настаивали, предлагали бы какие-то варианты, может быть, она и согласилась. А они морали почитают, что одни, что вторые, и толку абсолютно никакого. И им хорошо. Приехали, бухую ину сняли, тоже трэш словили, контент запилили. Приехали, и не продуктов купили, их по головке погладили. Кто-то не погладил, кто-то там написал, что нечего кормить бездельников. Ну, оно туда, нечего кормить. Но в другом плане, почему нет? Она им делает контент. Они снимают видео. Почему? Она актриса своего рода. Она тоже должна получать гонорар. Единственное, что зачем всё это снимать? Помнится, мне доброделы когда-то говорили, что они показывают пример молодёжи. Какой пример? Пьяная Инна бесконечна. Это пример молодёжи. Они не исправляют её. Они не показывают пример, как вот она была, пила, как. А вот мы тут взялись за неё, она исправилась. Они просто её тупо снимают и смеются, что одни, что другие. Ну, Инночка, она тоже так себе, да, доброделом там пела на Ваньку с Максиком. А приехали другие мальчики, и что-то она тоже там пыталась пилюкать на доброделов. Ну, так себе Инна. Это, знаете, так, как я говорила, двуличная. Но просто у неё уже всё пропито напрочь, и поэтому и по барабану на кого там капать. На бабушку тоже там с дедушкой. Но они, оказывается, не такие уж простые, бабушка с дедушкой. И помощь-то им, оказывается, не нужна. Они, оказывается, золотые, бабушка с дедушкой. Только просто очень-очень хитрые. У них всё есть. И дочери там они, или сыну что-то там купили, какие-то прям хоромы, машины. И сами получают две пенсии. Только вот почему-то им резко нужна помощь. И даже согласны они были на помощь продуктами, представляете. Я-то ещё и подумала, думаю, странно. Но до сих пор не понимаю, зачем им Инночка. Вот они звонят, чтобы она пришла. Зачем она им нужна? Также Инна говорит, что якобы, когда Вонятка и Максимка снимали Инку, то их снимали соседи. Ну и на здоровье пусть снимают. Чё они там такого наснимали? Явно без звука. Ну и чё они, папарацци эти наснимали? Пусть снимают, пусть показывают. У нас нынче все могут снимать. Что тут такого? Это она, ну, наверное, может быть, думала, что как-то это будет в напряг Максику с Ванькой. Ну, этим по барабану. Либо Инна и придумала, потому что она тоже ещё та звезда. Она ещё, мне кажется, и придумать может. Ну и она говорит, вы не привезли там табачка там, парнишки? Да нет, не привезли. Мы же ехали, думали, ты тут пьянющая. Поэтому чё мы должны тебе везти? Это точно. Ну и проверка начала проверять. В холодильник. Тут увидела гардеробную, что якобы говорили, что Инночка вещи продаёт. А у неё там целый гардероб, как у Аллы Пугачёвой. В холодильнике там у неё и мясо, которое привозила Ванятка, косточки или что там. Кстати, чё-то не показало, что привозили доброделы. Ну, кстати, она ещё не успела сходить к бабушке с дедушкой. Поэтому, наверное, ещё не успела всё туда занести. Ну, не знаю, занесёт, не занесёт, но вот её кавалер говорит, что она носит. Странно как-то, зачем он её палит, зачем он её сдаёт с подрохами эту Инночку. Она вроде бы и есть готовит. Говорит, горошницу варила, а он её палит. Кто их там разберёт, этих бездельников? Короче, ребят, скоро будет очередь. Одни ушли, другие пришли. И так до бесконечности. Снимать-то нечего. Вот бы ещё, слушайте, доброделы к Лянке зарулили и Лянку начали снимать. Я б тогда точно со смеху лопнула. Ну, ничего не исключено. Всё возможно. Возможно, Лянка-то доброделов и пустит. Хотя, знаете, если она смотрела их канал, то она тоже знает, что они за перцы. И Лянка-то не Инка. Лянка умная женщина. Поэтому вряд ли она пустит ещё кого-то к себе. Потому что прекрасно понимает, сколько бабла они рубят именно на ней. В общем, ребят, чем дальше, тем вообще тупее и тупее. И я не знаю, почему до сих пор ещё доброделом вот бьют похвалы. И у Ваньки тоже понятия не имею. Хотя скажу, что у Ваньки, да, намного меньше. Его больше ругают, нежели хвалят. Ну, у Ваньки хотя бы канал-дневник бомжа, а не доброе дело. Слушайте, так громко. Доброе дело прям. Прям придоброе-придоброе. Ну, понятное дело, у Ваньки нет особо героев. Хотя он тоже бьёт себя пяткой в грудь и кричит. Мы волонтёры! Мы помогаем продуктами! Ой, волонтёры-волонтёры наобещали бабушке с дедушкой. А когда все карты раскрылись, что бабушка ещё та богачка и сама может кому-то помочь, так уже пятка с груди и опустилась. Короче, ребят, смешно, блин, но настолько это всё противно уже. Одно и то же, одно и то же. Зачем эта Иночка кому-то нужна? Ну, вот кому она интересна? Ребят, вам она интересна? Мне абсолютно неинтересна. Я не знаю. Ну, просто у них, да, названия какие-то громкие, что там Инна в дребедан, там пьяная или ещё что-то. И, наверное, из-за этого люди бегут бегом смотреть. А смотреть-то, ну, просто-напросто абсолютно нечего. В общем, не знаю, ребят. Буду заканчивать. Комментировать нечего. В гости ходят друг за дружкой, лишь бы запилить контент. И всё у них не получается ничего. Ой, что у одних нечего смотреть, что у других нечего смотреть. Знаете, просто цирк уехал, клоуны остались. В общем, буду заканчивать. У меня всё, мои хорошие. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Ну, и желаю, как всегда, каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну, и, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя и своих близких. Я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok